В Сочи больше 35 тысяч людей с инвалидностью. Еще несколько лет назад просто выехать в город маломобильным сочинцам было непросто. Сегодня немало сделано для создания необходимых условий и работа, подчеркнув в своей речи глава города, по созданию безбарьерной среды продолжается. Но главное, отметил Анатолий Пахомов, не забывать о том, что рядом живут люди с различными особенностями здоровья, нуждающиеся в помощи и социальной поддержке. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед ужасом тех, кто, несмотря на проблемы со здоровьем, преодолевает невзгоды, идет вперед и добивается успехов. Таких людей у нас в городе Сочи сегодня проживает 35,5 тысяч человек. Наша задача – делать все возможное для защиты их прав. Евгений Писарев с диагнозом ДЦП уже порядка пяти лет работает инструктором физкультурного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занимается футболом с детьми, с особенностями развития и даже выступает с командой на городских спортивных мероприятиях. Работу, признается Евгений, найти было непросто, но важно было довести дело до конца. Трудиться, упорно искать, предлагать себя, показывать то, что я действительно смогу работать в данном направлении. Мне директора, увидев мой диплом, поверили мне и можете сами спросить у них. Они, я думаю, во мне не разочаровались. Признание успешной работы – это и благодарственное письмо главы города, которое было вручено сегодня Евгению и тем, кто принимает активное участие в работе общественных организаций инвалидов, проводит реабилитацию и обучение детей с особенностями развития. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».